Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые присутствующие. Сегодня мы освещаем разные области, отраженные в нашем руководстве, изданном в честь 90-летия, института. И одна из частей посвящена нашей ежедневной, рутинной работе теперь уже. Это скрининг эмоционального напряжения. Я расскажу вам, как мы это делаем и, в общем-то, зачем. Ну, так как сегодня уже неоднократно говорили о том, что выживаемость при онкологическом заболевании устойчиво повышается, однако вот факторы риска, прекрасно описанные предыдущими ораторами, позволяют говорить о том, что качество жизни может снижаться. Первым принципом реабилитации гласит, что чем раньше мы начинаем работу с пациентами, тем эффективнее. И это в полной мере относится к психологической реабилитации онкологических пациентов. И поэтому мировой стандарт оказания помощи в онкологии включает... Сейчас мы начнем двигаться по слайдам. Я должна, да, это делать сама. Спасибо. Да. Ну, собственно говоря, да, сегодня коллеги уже говорили о том, что в психотравмирующей ситуации критичность к уровню эмоционального напряжения у пациентов может быть снижена. Однако отмечается сверхвысокий уровень эмоционального напряжения, который является индуцирующим фактором. Что это значит? Он способен заражать людей, которые окружают человека с высоким психоэмоциональным напряжением. Давайте пойдем по слайдам, а не по тексту. Личность пациента, это уже доказано мировыми исследованиями, остаются сохранные. Онкологические пациенты остаются психически сохранными людьми в ситуации высокого психотравмирующего риска. Еще раз про индукцию. Сверхвысокий уровень эмоционального напряжения способен вовлекать в похожие состояния окружающих людей. То есть близких наших, да, членов наших семей, а также врачи и медицинский персонал. Про критичность к себе. Как сегодня прекрасно уже сказала Анна Владимировна, описав, да, нейропсихический уровень. Действительно, наши пациенты зачастую, ну, не способны действительно самостоятельно оценить уровень своего эмоционального напряжения. Так вот, онкопсихология – это та самая наука, которая изучает психологические последствия, вызванные онкологическим заболеванием, для того, чтобы вовремя выявлять предикторы этих нарушений, выявлять те группы людей, которым впоследствии особенно понадобится помощь. Потому что исследования показывают, что, ну, огромное количество людей в сущности спонтанно справляются достаточно хорошо с этими рисками психотравмы. Но обязательно есть 30-40% пациентов, которым хорошо бы помочь, ну, с целью профилактики, в том числе индукции. Вот когда мы говорим о мифологизации рака, мы имеем в виду, что страдающий, сильно переживающий человек даже на этапе ремиссии способен интуцировать свое напряжение здоровым людям. И здоровые люди, не осознавая это напряжение, начинают избегать вообще любого соприкосновения с онкологией. И это опасно тем, что люди, избегая этого напряжения, не хотят обследоваться вовремя. До последнего затягивают. Вот такая взаимосвязь, да, эмоционального напряжения страдающего человека, индуцирующего его окружающим людям. Ситуация психотравмирующего риска сегодня уже упоминалась коллегами. В онкологическом заболевании это прямая витальная угроза, это системное воздействие лечения, конечно, поражающее, в том числе организм. Ну, это всегда неопределенность прогноза, да, при том, что люди живут достаточно долго, и ремиссия может быть устойчивой, и человек может дожать до глубокой старости. Но никогда нет гарантии, что это будет так, а не иначе. И, конечно, хроническое течение заболевания тоже накладывает свой отпечаток. И все эти вместе факторы приводят к чему? К дистрессу. Дистресс – это сверхсильное пролонгированное психоэмоциональное напряжение, которое весьма характерно для онкологических больных и их ближайшего окружения. Ну, маленькая историческая справка. В российской онкопсихологии зародилась именно в Институте онкологии, которому мы празднуем сейчас 90 лет. И первые психологические исследования онкологических больных в нашей стране были проведены вот еще во второй половине 70-х годов прошлого века, именно в нашем институте. И во главе этого движения стояла Валентина Алексеевна и продолжает оставаться главой этого направления. В нашей, не только питерской, но, как мне кажется, и российской онкопсихологии. Психологическая служба в ГБУНИ и онкологии имени Петрова вот уже несколько лет составляет как врачей-психотерапевтов, так и медицинских психологов. И у нас есть детский психолог сегодня, детский врач-психотерапевт сегодня нам будет выступать. И это некоторый прорыв, потому что еще три года тому назад в таком объеме службы не были представлены. Хочется тут же присоединиться к коллегам и сказать, что обязательное медицинское сострахование, к сожалению, действительно не покрывает оплату нашего труда. И это большая экономическая проблема для дальнейшего развития служб в нашей стране, потому что, ну, конечно же, не может на психотравмированного человека ложиться такая нагрузка, да, на его ответственность. Целью работы психологической службы – это формирование конструктивного отношения к онкологическому заболеванию граждан Российской Федерации. Вот так, ни больше, ни меньше, такие вот у нас амбиции. Конструктивное отношение к болезни позволяет, с одной стороны, повысить эффективность профилактических мероприятий. Это про то, что все мы с вами, взрослые люди, принимаем на себя ответственность за собственное здоровье и вовремя проходим, ну, хотя бы диспансеризацию. Это позволяет нам раньше обратиться за помощью в случае выявления каких-то рисков заболевания. Это хорошая профилактика суицидальных рисков, ну, и, в конце концов, это скажется и на экономическом факторе. Все знают в мире, что чем раньше лечат онкологию, тем экономнее это получается, тем меньше денег тратят на лечение. Задача психологической службы – это оказание экстренной, краткосрочной психологической помощи под тациентом стационара и выявление общего уровня психоэмоционального напряжения у разных категорий больных, то есть проведение скрининговых исследований. Сейчас мы с вами попадаем непосредственно в область заявленного доклада и расскажу вам о том, что с 2015 года мы завели эту программу скрининга, которая в передовых учреждениях мировых всегда присутствует, носит рутинный характер. И это раздача неких бланков самодиагностики, когда за основу исследований взята методика самооценки дистресса Международного общества психо-социальной онкологии IPOS International Psychology Society. Вот это такой бланк. Чаще всего он выглядит, ну, тут расцентровано все должно быть, но обязательно он содержит вот эту вертикальную шкалу, похожую на градусник, мы его в просторечии градусником называем, и, может быть, те люди, которые бывали при поступлении в стационарные онкологии за последний год и уже, может быть, даже видели эту бумажку, которую настойчиво получают в руки каждый раз. Иногда встает вопрос, зачем мне это нужно, и, кстати, часто люди игнорируют это заполнение, и это их право, но вот объясню, зачем это нужно. Переработав IPOS-овский бланк, где слово дистресс не очень понятное для нашего российского уха, базируясь на опыте Валентины Алексеевны, были переименованы в переживания, да, это как-то по-русски лучше звучит, у человека есть возможность на этом бланке отразить свою субъективную оценку своего эмоционального уровня напряжения. И тогда врач, увидев этот бланк, или психолог, которому наконец-то через несколько дней попадет этот бланк, имеет шанс обратиться напрямую к пациенту. Вот по-другому мы от пациента никак пока что запрос получить не можем. Сколько бы мы не вешали наши телефоны и не выкладывали их на отделениях, человек в состоянии психотравмирующей ситуации, да, с высоким эмоциональным напряжением, информацию не может даже иногда распознать. И вот самый простой и эффективный инструмент – это позволить человеку отметить на этом бланке свое текущее состояние. Сейчас расскажу, как мы его рассчитываем. Значит, расшифровка этого заключается в следующем. Вот те, кто отметил 7 и 8, мы выходим сразу напрямую. Как правило, берем в базе телефон, звоним и предлагаем свою помощь. Если бы мы получали информацию в тот же день, ну, возможно, мы бы могли человеку успеть подготовиться, например, к операции. Но чаще всего мы встречаемся с человеком уже после применения лечения. И поверьте, это тоже бывает достаточно значимая помощь для пациента. Все, что лежит от 1 до 6, не вызывает нашего живого интереса. Самым мы не предлагаем. Только тот человек, который отметил, что ему нужна психологическая помощь, хотя он считает, что он, в принципе, неплохо справляется, тогда мы позвоним. В принципе, по методике от 1 до 6 – это нормативный уровень оценки своих переживаний. Говорит о том, что да, человек осознает и то, что он переживает, но и то, что он, в общем, достаточно хорошо, спонтанно справляется. Какой интерес у нас еще возникает к бланку, если человек пишет, что у него нет переживаний – ноль? Ну, это ситуация, которую можно было бы прояснять, если бы нас было на отделении больше в течение дня. На самом деле это говорит о том, что человек либо совершенно не отдает себе отчет, не умеет дифференцировать свои переживания, либо, как правило, это отчаяние или маскированная депрессия, когда человек уже считает, что никто и ничто не может ему помочь. Но напрямую мы выходим на пациента на 7,8. В общем, передайте это людям. Если кому-то это нужно, пожалуйста, отмечайте, не стесняйтесь, не игнорируйте. Что мы делаем с этим дальше? Ну, после того, как мы с утра пробежались по всем градусникам с высокой оценкой, мы приносим эти бланки к себе в кабинет, и тогда уже начинаем с ними аналитически работать. Нам же, кроме того, чтобы оказать прямую экстренную помощь в стационаре, еще нужно выделить некие группы риска людей, которые так или иначе воспринимают свое заболевание и дифференцируют свое собственное состояние. И тогда мы анализируем эти бланки, работая с ними, с Excel, смотрим, сколько их амбулаторных, сколько стационарных, какой локализации, на каком этапе заболевания, какие демографические признаки. Вот все это анализируется и потом выходит в научных, выходит всяких, да, уже время, да, сейчас закончу, да, издание их. Значит, быстренько по результатам за истекшие два года. На первом этапе, вот у нас 6 тысяч бланков обработано, соотносим, сколько было высоких и сколько низких. Ищем показатели вне нормы. Потом смотрим стационар. Вот, пожалуйста, да, 56% в пределах нормы пациентов оказалось, 44% вне, так или иначе, из них 34% хорошо осознают высокий уровень своего эмоционального напряжения и обращаются за помощью. А 10% считают, что помощь им то ли не нужна, то ли не поможет. Ну вот, что-то такое. Значит, мужчины, 24% из этих всех, мужчины, ну, мужчины вообще лучше вытесняют свое напряжение и реже обращаются за помощью, что не значит, что они не страдают. Женщины, 76% это большинство, и они лучше всего понимают, что им нужна помощь. Вот 82% из этой группы женской оценивают, как высокое напряжение. Средний возраст – 51 год. Это возраст очень продуктивный. Мне почти 50. Я считаю себя молодой женщиной. Это говорит о том, что рак молодеет. И это говорит о том, что нам еще жить и жить, и еще индуцировать и индуцировать. Поэтому, может быть, лучше воспользоваться, да, современными методами снижения напряжения эмоционального. По отделениям стационарно, видно ли вам, ну, устойчиво лидирует молочная железа, заканчивается всеми органами, которые мы не видим. Это нормальное такое распределение. На втором месте отделение гинекологии. Ну, и, конечно, область голова и шеи всегда у человека вызывает высокое эмоциональное напряжение. Задача этого скрининга, ну, я уже говорила, изучить общую ситуацию на отделениях, выявить группу оказания экстренной помощи, профилактировать эмоциональное индуцирование окружающих людей, ну, и интегрировать пока еще новую в нашей стране службу онкопсихологов в коллектив врачей-онкологов. О формах работы сегодня коллеги говорили много. Я присоединяюсь к ним. Все это было приятно слышать. Так мы и работаем. Хочется сказать тем, кому важно это услышать в этом зале, действительно, психотерапия рак не лечит. Наши цели и наши общие с вами смыслы – это самосмысление, свобода, ответственность за принятие жизненно важных решений и вообще качество жизни, потому что не так важно, что с нами происходит, как то, как мы к этому относимся. Благодарю вас за внимание.